Нынешней зимой в Саранске проходит целый цикл соревнований по лёгкой атлетике. Очередным стартом, который принимает Манеж спорткомплекса Мордовия, стал чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении среди глухих спортсменов. За медали соревнований в различных беговых и технических дисциплинах в течение трёх дней боролись более 200 спортсменов с нарушениями слуха из 35 регионов страны. Соревнования для глухих спортсменов очень значимые, потому что они показывают, насколько они готовы к летнему чемпионату, который будет проводиться в Чебосаре в начале июня. И там проводится отбор на чемпионат мира. И также среди молодёжных составов у нас первенство Европы будет. И в конце мая будет проводиться первенство России. Сборной Мордовии на чемпионате страны представляли молодые спортсмены, для которых возможность выступить вместе с заслуженными легкоатлетами. Участниками Сурдолимпиад уже сама по себе является значительным достижением. Зимой юниорские первенства страны среди глухих не проводятся. Но чемпионаты Кубок России по лёгкой атлетике в помещении для подрастающего поколения резервистов основной сборной – отличный шанс проявить себя. Впрочем, и ветеранам списывается счетов ещё рано. Кирилл Цибизов из Ставрополя в свои 35 трижды был участником Сурдолимпийских игр, дважды становился Сурдолимпийским чемпионом, выиграл серебро и бронзу. А теперь готовится к четвёртой Сурдолимпиаде, которая состоится в 2021 году. И все очень говорят, что какой вы очень молодец, как ветеран вы уже начинаетесь. Моя задача – ещё выполнить в 2021 году Сурдолимпийские игры. Это уже четвёртый будет. Я уже вернулся три года спустя в Семипуре. У меня были несколько травм, восстановился. Ну ничего, занял второе место. Результат очень довольный. И толкание ядра бронцева. В последний день соревнований легкоатлеты состязались в беге с барьерами, тройном прыжке, степле, чезе и эстафетах. Обслуживают чемпионат России местные судьи. Чтобы спортсменам, показавшим хорошие результаты, могли быть присвоены нормативы кандидатов и мастеров спорта, судьи обязательно должны иметь определённую квалификацию. Саранские арбитры имеют большой опыт работы на соревнованиях самого высокого уровня. «Квалификация достаточно высокая. У нас 12 судей всероссийской категории. То есть это позволяет нам проводить соревнования самого высокого уровня. Вот следующие через буквально несколько дней пройдут соревнования «Спортлин» чемпионата первенства России. Затем у нас федеральный округ «Шиповка юных». Потом финал «Шиповки юных» России. С 20 по 23 лет порядка 1600-1700 школьников со всей страны приедут. Ну а самое главное, к чему мы сейчас готовимся, у нас в июне пройдёт чемпионат Европы в «Спортлин» по лёгкой атлетике, по плаванию, по настольному танецу. Вот мы сейчас нарабатываем судьи.